Церемония вручения дипломов Человека года Брещины и почетных дипломов победителям соревнования за достижения в 2019 году наилучших результатов выполнения основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития проходила без особого размаха. Учитывалась эпидситуация, но торжественно и немного волнительно. В зале присутствовали те, кто смог добиться успехов и внес свой вклад в развитие и престиж Брещины. В этом году церемонию Человека года мы проводим накануне главного государственного праздника нашей страны Дня независимости Республики Беларусь. И это логично, ведь именно благодаря труду наших людей, трудовых коллективов, их профессионализму и ответственности нам в области, в каждом регионе удалось создать, значит, действительно хорошие коллективы трудовые. Хочу поблагодарить вас за старания, за устремленность, за усердие и умение работать на главном родном крае и нашей стране в целом. Желаю уверенно двигаться вперед, постоянно повышать производительность, осваивать новые технологии, соблюдать сочетки и работать на результате. Почетного звания Человека года Брещины за большой личный вклад в социально-экономическое развитие области по итогам работы за 2019 год удостоены 16 человек, работающих в различных сферах деятельности, строительстве и здравоохранении, образовании и спорте, промышленности и сельском хозяйстве. В области жилищно-коммунального хозяйства был отмечен директор Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия Павел Богнюк. Награда вполне себе ожидаемая, ведь в прошлом году, к тысячелетию, силами работников в ДЭПа сделано очень много. Без ложной скромности хочу сказать, что, конечно, когда тебя замечают и отмечают, ну, конечно, приятно, но это, в первую очередь, хочу отметить, что это воспринимаю как не личную заслугу, а как результат работы нашего предприятия, Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия. Мы за прошлый год, я считаю, очень большую лепту внесли в благоустройство, в украшение города, в иллюминацию и так далее. И, наверное, это было руководством замечено. Поэтому большая благодарность и руководству города, и области за то, что нас заметили, отметили, и это заслуга нашего предприятия. В области здравоохранения были отмечены сразу два лауреата. Так, главный врач Брестского областного эндокринологического диспансера Артур Григорович и главный врач областного психоневрологического диспансера Николай Сказкевич. Для людей в белых халатах это высшая форма поощрения. Сегодняшнее мероприятие, конечно, очень волнительно, потому что понимаю, что достигнута очень высокая планка, очень высокая оценка за слух, очень высокая награда. Поэтому чувство противоречивое. С одной стороны, это позитивное чувство, признание твоих заслуг. Но с другой стороны, я понимаю, что планка достигнута очень высокая, и придется прилагать усилий еще больше, чтобы соответствовать этому статусу. Их фотографиями украшена доска почета. Сегодня они лучшие в профессии. Руководители, учителя и врачи, деятели культуры и спортсмены. Такая награда обязательно привлечет внимание их коллег, тех, кто, возможно, захочет равняться на лидера, а может и повторить его опыт.